Сегодня в России, в большом количестве регионов нашей страны набирает силу праздник «Спасибо за жизнь». В нашем Краснодарском крае, в школах, в детских садах, в учреждениях культуры сегодня также праздновался этот день. Мне посчастливилось сегодня быть в нескольких школах, в библиотеке, встречаться с большим количеством ребят совершенно разного возраста. Но вот что хочу сказать вам после сегодняшнего дня, после встреч с таким большим количеством наших школьников. Как они жаждут Бога? Как они хотят слышать о Нем? И все, что говоришь, они слушают. Пришло время им о Боге говорить. Они ничего о Боге не знают. Вот я спрашивал специально сегодня в школах, дети, кто знает заповеди Божьи? Поднимите руки. Молчание. Кто знает пятую заповедь? Начинает понимать, не убивай, не воруй. А как мы хотим научить детей слушать нас, родителей, если не учим самому главному? Когда к Иисусу Христу подошел юноша, он спросил, Господи, что мне сделать, чтобы спастись? И Христос ответил ему, соблюди заповеди. И вот сегодня мы разбирались с ребятами. Мне пришлось не просто там рассказывать о празднике. Вот давайте теперь с самого начала. Итак, первое. Я, Господь, Бог твой, да не будет тебе других богов, разве мне? И вот так все до конца. Как им это интересно. Они все это слушают, как будто первый раз думают, Господи, ну неужели дома родители не рассказывают детям о самом главном? Им учат математики, физики, химии, русскому, иностранным различным, секции, кружки, всевозможные занятия музыкой. Это все нужно. Но, как говорил Филарет Московский Дроздов, что проку от всех познаний, когда при них мы Иисуса Христа не знаем. И вот мне еще больше и больше показалось так необходимым нам чаще говорить с детьми о Боге, о вере, о любви. Им так этого не достает. А если бы вы слышали, какие они задают вопросы о жизни, о смерти, о том, насколько нужно слушать родителей, и как это благостно для них, они приводят примеры, что если послушаешь родителей, хорошо на душе, радостно. И вот на вопрос, а откуда вы знаете, что нужно слушать родителей? Кто это сказал? Ведь есть дети, есть школьники, которые не слушают своих родителей, ругаются, огорчают своих папу, маму. Да, говорит, таких много. Кто это сказал? Это сказал Бог. Не батюшка, не учительница, не на улице. А если Бог сказал, а Он есть, то Его нужно слушать, ребята. Да благо тебе будет, и долголетен будешь на земле. Не все даже разбираются, что такое будет благо. Спрашивают, что такое благо? Ну, это, наверное, хорошо. Да. И будешь лучше учиться, и лучше запоминать. И сдашь ЕГЭ, и поступишь, и семья у тебя будет крепкая. Хочешь? Да, хотим. А дольше жить хотите? Хотим. А меньше болеть хотите? Хотим. Осталось совсем немного. Слушать и почитать своих родителей. Это заповедь Бога с обетованием, с обещанием. Ни одной заповеди нет, чтобы после нее Бог что-то пообещал. Не убей. Все. Точка. Не укради. Не прелюбодействуй. Не завидуй. Не лжесвидетельствуй. Точка. А вот после этой заповеди Бог обещает долголетие и благо тем, кто слушает своих родителей. И потому не только детей мы должны учить слушать родителей. И мы, взрослые, должны почитать своих уже престарелых родителей. Я вот сегодня детям говорил, вот мне мама живая, а папа умер. Разве это освобождает меня от почитания моего папа? Нет, я обязан молиться за него, веря, что душа после смерти быть не перестает. И желать ему упокоения, прощения его грехов. И снова я молюсь тому, который дал мне заповедь чтить отца моего и маму мою, живую и умершего папу. Вот и мы, дети, должны помнить, что и наша жизнь, она очень скоротечна. Особенно им понравилось, знаете, то, когда мы с ними поразмышляли о скоротечности жизни. Как они все понимают. Как все они понимают. Я спросил, вы помните себя в первом классе? Помним. Вы помните, какую рубашечку вы носили? Да. И ботиночки. Помним. А вот сейчас, будучи в седьмом, пятом, в девятом, сегодня разный возраст был. Вы можете одеть ту же рубашечку, те же брючки, ту же обувь? Нет. Почему? Мы уже выросли из них. Вот точно так и в вере. Человек не должен оставаться на одном представлении, что вот я ходил в церковь, свечку ставил. Вот так же и сейчас хожу. Мы должны расти в вере, ребята. А что значит в вере возрастать? Больше читать, больше узнавать, больше общаться с Богом, с людьми, которые открывают тебе мир веры. Общайтесь больше. Вы знаете, у меня такое сегодня впечатление, радость. Сегодня открыты все школы для батюшки. И все провожают. Приходите еще. Такого давно не было. Но пришло время. Пришло наше время, братья и сестры. Время Бога молить и время рать собирать. И как понимают ребята, которых мы собирали отдельно сегодня. Мальчишек только попросил. Давайте только ребят соберем, старшеклассников, но только пацанов. И вот представляете, там порядка 90 мальчишек таких. Разные, разные взгляды, разное слышание. Но стоит заговорить о важном, о душе, о главном, о вечности. О смерти, которая не за горами. Как они внимательно слушали сегодня. И не отвлекались. У нас даже такие мужские, серьезные темы. И вопросы были сегодня. А вот следующая встреча с девчонками. Для них своя тема. У них свои трудности, свои вызовы. Я хочу позвать всех вас, дорогие. Разговаривайте со своими детьми о главном, о душе, о ее спасении. И о Боге, который пришел спасти наши души. Вот тогда этих детей мы не потеряем с вами. А у нас, ребята, очень хорошие. Очень добрые и ищущие. Вот почему закончить мне хотелось бы словами Федора Михайловича Достоевского. Федора Михайловича Достоевского, который поставил, наверное, перед каждыми из нас высочайшую задачу. Просто высочайшую. Перед мирянином, перед священником, перед учителем, перед врачом, перед политиком, перед всеми нами он поставил задачу. И выразил ее очень коротко и понятно. Явить современному миру Христа и указать путь к Нему. Вот высочайшая миссия русского народа. Вот с этой задачей я отпускаю всех вас. Явить, не знающему Бога, после многих лет забвения Христа. И просто указать путь. Не толкать туда. Нет, нет, мы сегодня никого не заставляли. Просто надо показать свет Христа. Его тепло и радость. И увидевший этот свет, обязательно просветится. И обязательно к Нему пойдет. Только указать Ему надо этот путь. Вот в этом и есть наша с вами миссия. Учителей, священников и каждого из нас верующих людей. Я желаю всем вам, дорогие, здоровья. Сегодня придите, обнимите своих детей. Пусть у вас сегодня будет тоже праздник. Праздник благодарности за жизнь. Не забудьте позвонить или посетить своих родителей живых и помолиться об усопших. Не забудьте сегодня позвонить своим крестным. Сегодня мы всем детям говорили. Еще и крестных не забудьте. Потому что родители рождают вас во временную жизнь. А те, кто подарил вам вечную жизнь и молятся о спасении вашей души в загробном мире, ваши крестные, спасибо за духовную жизнь. Не забудьте им позвонить. Не забудем. Поднимите ручки, кто у кого есть крестные. Все поднимают, крестные есть, все крещеные. Все крещеные. Там два, три не поднимут. Вот я не крещеный. Практически все крещеные. А кто с крестиком? Ой, уже все там. Единички. А почему крестик не носим? А не знаем. Понимаете, вот стремление есть. Крещенные почти все. И крестные есть. И крестные не учат вере. А должны бы. Вот к этому. Призывает нас сегодня Господь. Ну и конечно, хочу и вас попросить. И мы сегодня с вами молились. И поблагодарить за нашу с вами жизнь. Тех, кто сегодня на фронте. Тех, кто сегодня в окопах. А у нас тишина. Просто тихо. Знаете, какой это подарок Божий? Тишина. Не стреляют, не бомбят. Не убегают, не прячутся в подвалах. Как в Донецке. Или как уже в Курской области. Понимаете, как надо благодарить Бога за жизнь, которую нам дал. И тех, кто нашу жизнь обеспечивает ценой своего здоровья, а порой и ценой своей собственной жизни. Вот так важно нам этот день сделать днем ежегодного празднования, днем благодарения родителей, врачей, учителей наших военных. Тех, кто сегодня не спит на границе. И чтобы этот день не только был днем одного дня благодарения, давайте будем всегда благодарны своим родителям. И научим благодарить всегда своих детей за все. Вот как сегодня мы собрались с вами поблагодарить Бога за все. Я благодарю всех тех, кто сегодня нашел возможность прийти и вместе с нами, одним сердцем и одними устами, сказать Богу слава тебе за жизнь. Какие удивительные слова, правда, мы слышали сегодня. Вот дай Бог, чтобы мы вышли сегодня с благодарностью к Богу и с желанием трудиться в своей семье, в деле духовного просвещения всех тех, кто живет рядом с нами. А рядом с нами столько живут непросвещенных Духом Божьим людей. Так что работа у нас с вами в непочатый край. Храни вас всех Христос, дорогие. Я желаю всем вам мира, здоровья и помощи Божьей во всех ваших добрых делах. Аминь.